решил я начать этот ролик с анекдота извините не смог удержаться и так значит приходит пациент к врачу заходит в кабинет врач с умным лицом делает вид что что-то пишет проходите там давайте рассказывайте что у вас ну пациент это доктор у меня рука болит то пишите такой хорошо доктор у меня и ноги были хорошо хорошо доктор голова тоже были хорошо доктор чем хорошего у меня все болит я сдохну скоро он такой подумает глаза хорошо что не у меня и вот все время когда я сталкиваюсь с врачами каждый раз я вспоминаю этот анекдот ну теперь и вы кто посмотрел тоже будете его вспоминать ну и в дальнейшем ролики пойдет как раз речь очень похожая на эту ситуацию всем приятного просмотра приветствую всех выздоравливающих после ролика про насморк решил продолжить эту рубрику так как жизненный опыт на моем жизненном так сказать опыте произошло много интересных событий о которых хочется рассказать которых о которых вы не найдете информацию в интернете и даже врачей это те редкие случаи произошли которые лично со мной и благодаря которым я успешно излечился сам без всяких медиков вот к этому ролику я подготовился хорошо сутки изучал мониторил интернет весь youtube и яндекс информации да если а хеликобактер вроде как все есть симптомы там лечение все это все понятно то о другом виде кишечной трихомонадии которую все гастроэнтерологи которые все гастроэнтерологи путают с хеликобактер и ставят вам диагноз гастрит вот лечат вас антибиотиками ну и всякой фигней тратят ваше время деньги нервы и гробят здоровье а толку ноль а а все почему потому что диагноз неверный и если вы забьете в интернете можете попробовать забьете кишечная трихомонада вы о ней не найдете ничего ни симптомов ни лечения тем более как от него избавиться и вот решил я сам я прошел через этом сейчас чтобы вы понимали я расскажу свою историю ролик будет не короткий но зато подробную нас история такая пять лет назад где-то 6 ну вообще началось лет 8 назад у меня появились боли в животе в области вот здесь желудки ну все сразу понятно желудок гастрит так я и думал ну терпел терпел как все терпят там покупал там альмагель помогал первое время он там через какое-то время все равно то есть сам симптом чем он отличается от гастрита от хеликобакта то есть трихомонада от хеликобакта то есть и трихомонаде симптом такой когда у вас желудки пусто у вас боль все время надо что-то закинуть какую-то еду то есть получается при трихомонаде вы не похудеете выполнить постоянно надо есть чтобы не испытывать этих болей и со временем они становятся все сильнее и сильнее и сильнее и в итоге это приводит к раку толстой кишки это если у вас такие симптомы то стопроцентно это у вас кишечная трихомонада к примеру у вас такой симптом вот который у меня был точно вот такой симптом это стопроцентно кишечная трихомонада никакая не хеликобакта не какой-то не гастрит ну вы сходите гастроэстрологу и он вам поставить диагноз гастрит и залечит вас до смерти и толку никакого не будет можете проверить у кого такой диагноз ну сразу вам говорю не тратьте время деньги и свое здоровье и время попусту потрачено можете сразу идти смело в аптеку покупать метро не дозу французский препарат который стоит на тот момент я брал его на 16 рублей в социальной аптеке вот ну сейчас я не знаю в этом году цены поднялись там может даже если 100 рублей я считаю просто бесплатно вот и пачку 21 таблетка 3 таблетки в день через восемь часов я начал принимать подсказать узнал совершенно случайно ну как все обычно у нас это происходит просто одна знакомая посоветовала у нее у отца была там язва желудка на последней стадии врачи отказались это достоверная информация я не знаю лично врачи отказались сказали месяца три максимум полгода проживешь и отправили домой умирать и вот ему тоже так кто-то подсказал метронидозол и по моему омаз вот эти два препарата он начал принимать и все и прожил еще он 9 10 лет приблизительно но умер он нет желудка и не от рака живут не от язвы и не прямой кишки там по другим факторам связанные с алкоголью вот такая история достоверная ну и лично на своем опыте я увиделся как бы уже честно говоря думал о завещании как бы думаю недолго мне осталось уже собирался идти больницу думаю глотать эту кишку и т.д. и т.п. и также бы меня залечили и хрен бы просто мне повезло случайно и до меня дошла такая информация абсолютно случайно все я взял эту пачку не знаю даже скажу что это не антибиотик это как раз лекарство только не каждый знает что она бывает вагинальная оральная и кишечная трихомонада вот об этом мало кто знает и вот поэтому вам никто никогда не назначит метроминдозол был реальный случай многим людям я уже посоветовал многие вылечились причем с симптомами не только вот это то есть вот при трихомонаде кишечной вы наоборот на голодный желудок боли а при гастрите то есть при хеликобактер у вас более наоборот после приема пищи вот это их главное отличие как эти две бактерии и их симптоматика которую вы не найдете в интернете можете мне скинуть ссылку если кто-то найдет я не нашел ничего одни слова пустые и все реклама и шоу посмотрел мясникова это у него там как это передача это у него называется на самом главном передаче 50 минут включился но думаю этого человека я считаю доктором хаоса среди медицины но свой взгляд уважал этого человека и чё 15 минут он только эту бактерию порассказывал и в конце сказал мойте руки все никакой ответственности никакого лечения конкретного как какой препарат хоть бы какой-то назвал можете пересмотреть эту передачу сама забейте мясников это о самом главном хеликобактер и посмотрите после 15 минут пошел там какие-то вопросы задавать какие-то потом пришел на какие-то крема я уже на 30 минуте просто не выдержал и выключил не стал даже смотреть смешно шоу короче шоу вот а это я вам гарантирую если у вас такие симптомы то точно поможет проверено на себе за исключением только конечно если у кого-то аллергия на метронидозол но после первой таблетки вы это сразу поймете так вот про врачей дополнил сестра как-то у моей сестры родной была такая симптоматика то есть я и сказал сходи купе метронидозол она так это знаешь знаете мимо ушей кого пропустила типа чё ты умнее врачей что ли или чё и пошла к врачам и потом мне пишет значит в контактах обошла несколько бесплатных гастроэнтерологов прими и ну каждый там назначил свое лечение но она все-таки решила сходить еще там к одному платному и о чудо что меня удивило платный врач единственный там несколько она их обошла я не знаю может десяток этих гастроэнтеролог единственный из всех назначил ей метронидозол то есть один из ста может быть знает причем что удивилась и платный вроде ему совсем не выгодно у нас же что медицина сами знаете да как бы ничего личного просто бизнес да лечить не выгодно вылечивать не выгодно выгодно залечивать достанности и кто там понятно кто-то на проценте сидит от таблеток кто-то счета ну вот нанесу короче вот такая история была с моей сестрой вот и в общем теперь перейдем как правильно принимать эти таблетки чтобы нанести тройной ну можно даже сказать четверной удар то есть при правильном приеме мы убиваем кишечную трихомонаду убиваем ротовую убиваем если даже там простатит у мужчин там у женщин свое то есть половую и возможно он убивает как по бочка хеликобакта тоже если я сам как бы у меня гастрита нет и поэтому я это проверить не могу но людям которым я советовал и даже сам лично вот один знакомый у меня был тоже ну бухал так нормально постоянно там выходные всю жизнь там ему уже по 60 лет лет и это он загибался очень сильно с животком ну думаю все кони двинет я с ним сходил пошел за 30 рублей еще тогда там годами четыре назад сходил с ним купил ему эту пачку у него даже денег не было он его выпил через некоторое время я его увидел просил ну чё как помогло знаете как он меня благодарил реально мне как ты мне жизнь спас то есть а симптомы у него были гастрита ну я конечно я это гарантировать не могу но вы ничем не рискуете я не на каких процентах не сижу я не рекламирую моя цель просто донести до людей информацию которую вы нигде не найдете и которую я сам лично пошел маленько в ней разобрался и вот сейчас просто хочу помочь очень очень многим людям наверное я не знаю нет ни одного человека на этой планете если не у самого его то ли у родных или близких то не мается желудка нет таких и вот такой симптом именно который именно когда на голодный желудок у вас болит желудок и вы поели вам легче это стопроцентно это кишечная трехомонада который вызывает рак толстой кишки а хеликобактер вызывает рак желудка вот так я не знаю как они там уживаются вот такой информации конечно не владею возможно они как-то и находят компромисс но это как бы в толстой кишке а это в желудке то есть маленько у них тут рядом области возможно что у вас может быть и то и другое то есть может быть и хеликобактер и кишечная трехомонада немножко задержусь еще на трехомонаде отниму ваше время чтобы вы понимали что это такое я как бы тоже очень много поизучал ее там от ней как-то там относятся к ней как-то не очень знаете там она особо там проблем не вызывает там я почитал то все вот это половая только вот за нее все беспокоится и все а вот за счет тортовой и кишечной никто ничего не знает нормально живут люди годами и не умирают да до поры до времени пока иммунитет сильный но как только ослабнет иммунитет вот тогда эта трехомонада я ее считаю даже круче хеликобактер и даже круче кандиды ну кандида это уже ладно это грибок не бактерия вот в плане бактерий трехомонада это самая такая тварь которую нас убивает это то есть ее не убьют ни антибиотики не лучевая терапия короче что там еще есть ничего ее не убьют вот очень трудно тем более никто не диагностирует как бы да еще и она как бы ждет там сидит ну маленько там развивается и когда организм дает сбой слабо она просто его и убивает вот а это бактерия а вот я хотел там дополнить и и даже иммунитет ни один иммунитет ее не убьет нет такого иммунитета который был был трехомонаду а знаете почему потому что иммунитет она так маскируется она выдает себя за нашу клетку ее наш иммунитет никто что принимает просто за нашу клетку а он не даже защищает понимаете если ее атакуют там какие-то я не знаю какие-то другие бактерии и антитела иммунитет ее защищает до какой степени она может маскироваться и она как электричка помимо того что она может просто проникать там на в артерии просто через организм переползать в кровеносность в кровоток она заползает и летит по кровотоку куда угодно где-нибудь засядет например в мозгу и образуется там колонию и при каких-то угрозах немножко отвлекли меня и при каких-то угрозах она просто заворачивается в эту непробиваемую оболочку и сидит там и потихонечку размножается и врачи наши нейрохирурги там это только все такое принимает ее просто за раковую опухоль вот хотя это просто колония трихомонали которая в мозгу разрастается понятно перекрывает кровоток образуют кисты и в итоге убивают они ее лечат лучевую которую она в космосе выживает антибиотиками химиотерапии никакая через эту оболочку защитную ничего не может проникнуть все только вырезать ну еще там есть метод хильдекларк частотами там можете по изучать эту тему вот такая у нас медицина ну вроде самое основное я рассказал поняли да если я вообще считаю что вообще каждый человек который посмотрел вот сейчас этот ролик это не шутки это не шоу никакой никакой этом ритме рекламируют нет денег никаких с этого ними не имею просто хочу донести для людей эту информацию так вот вы просто после этого ролика даже если у вас ничего не болит просто сходите купите эту пачку и пропейте этот курс просто целях профилактики никто от этого не уверен ну конечно если нет у вас аллергия вы узнаете это на первой таблетке тогда прекращайте пить тогда вам возможно какой-то другой препарат искать этого я уже не знаю может трихопол или еще чего-нибудь теперь как правильно пить таблетки эти очень горькие и чтобы получить вот этот четверной эффект то есть идти ротовую кишечную и там возможно там простате там у женщины еще там где-то в матке возможно там есть с миомами связано возможно возбудите я кстати посмотрел тоже потом наверно сниму ролик или никто точно не знает из-за чего появляются миомами но понятно что это все равно паразитарная и вирусные бактериальные и вирусные инфекции одно из двух и возможно тоже трихомонады вызвано поэтому пить надо не просто они очень горькие но терпимо горькие берете таблетку вот пожалуйста я особенно противополоптики пропил очень горький заклад чтобы убить ротовую трихомонаду его надо все разжевать эту таблетку всю эту горечь ой ужасно как но терпимо потерпите вот эту ротовую которая во рту у вас то есть налет этот на языке ну это конечно и может быть и кандида но атехомонада она живет и в деснах и все и зубы ваши калеча вот все слюной сколько можете терпите ужасная горечь ну вот от ротовой я уже избавился и все и не запивайте хотя вот хочется мне очень запить но я терплю как можно дольше эта горечь должна у вас во рту сохраниться и дальше она пошла в желудок кишечник убивать кишечную трихомонаду а потом она из кишечника пойдет убивать половую если она кого-то есть вот и возможно зацепит хеликобактер то есть так тоже бактерия возможно этот препарат ее я убеждать не уверен стопроцентную конечно гарантию давать не буду но именно та симптоматика которая была у меня которой я рассказал сто процентов у вас все пройдет вот видите причем я даже там на третий день по моему вечеринка была забухал потом утром просыпать блин между нас об этом может даже алкоголь принимать пофиг все равно поможет у меня живот уже перестал болеть на какой таблетки какой день не помню ну допил так пачку просто до конца и все это прошло уже пять лет никаких проблем довольны и счастливы уже хотел завещание писать вот пользуйтесь своим близким расскажите ну и в конце я вам скажу такое пожелание желаю вам кавказского долголетия африканского загара американского доллара ну и чтоб слезы на ваших глазах выступали только от радости до свидания всем здоровья и увидимся в следующем не менее интересном ролике пока